Девушки отдыхают Это явно мешает пробка, которая утонула и осталась там навсегда И это действительно навсегда? Нет, это не навсегда Есть один метод, проверенный Сейчас я вам все покажу Благодаря вот такому вот обыкновенному пятикопеечному пакетику Мы сможем достать пробку из этой бутылки Я хочу это увидеть, а вы? Окей Смотри, что нам нужно? Нам нужно пакетик очень плотненько, практически гармошкой сложить Да? Да С стороны, где он запаян Складываем Делаем такую вот трубочку И просовываем внутрь Так Просовываем Понятно Бутылка полная всякой ерунды Вот что ты хочешь мне показать? Нет, 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 подожди Дождись немножечко, да? А ты раньше это когда-нибудь делал? Ну, если бы не делал, тебе бы не показывал И нашим зрителям А вы раньше так когда-нибудь делали? Ни одного человека, который это пробовал? Итак, смотри Засунули Оставляем маечку сверху Так Переворачиваем таким образом, чтобы наша пробочка Можно немножко глубже засунуть Так, секунду, подожди Наша пробочка оказалась вот здесь, ровненько так, да? Так, вот так вот Теперь открываем Смешным образом дуем А теперь начинаем за кончики Плавно И практически легко Рвется Оп Ууууу! Получилось! Есть! Это похоже действительно на какое-то чудо А у меня такое может получиться? Конечно может получиться Я думаю, что несколько попыток Попрочнее пакетик Уверенность и вера в себя И пробуй, пожалуйста, на здоровье. У тебя еще есть сюрпризы? Конечно, у меня есть еще сюрпризы. Предлагаю декорировать бутылочки, которые у нас есть. Итак, начинаем с самой простой техники. Когда у нас есть красивая бутылка или бутылка той формы, которая нам нравится больше всего. Берем веревочку. Опять же, сейчас очень много различных декоративных веревок, которые мы можем использовать для элементарного обматывания бутылки в качестве декора. Итак, один конец веревки мы крепим или завязываем просто на узелок. Гораздо будет удобнее начинать сверху. Покажу принцип. Завязываем на горлышко. И вот таким вот уверенными, размашистыми движениями начинаем накручивать нашу веревку. Чем дальше, тем больше ее уплотняем. Видишь, как симпатичненько получается? В итоге я отставлю пока. В итоге можем получить несколько различных вариантов. Смотри, вот обыкновенная нитка. Обрати внимание, здесь ниточка белая, красивенько мы ее покрасили. Видишь, покрасили очень тщательно. Такая же голубенькая. И в качестве декора такая бутылка или вазочка, или просто декоративным элементом может находиться в доме любой хозяйки. Ты говоришь, что ты белой ниткой обтянул, а потом уже сверху покрасил. А потом покрасил. Может, проще взять бутылку и покрасить? Нет, но на самом деле бутылку покрасить не будет так красиво. И если не обмотать ниткой, краска очень быстро облазит. Это недолговечно. Если мы покрасим нитку, ну это практически навсегда. Здорово, правда? Спасибо. Это тебе. Это тебе. Спасибо. Потом второй вариант, который мне очень нравится. У меня есть такой образец один, я тебе покажу, как наглядный пример. Ой, классно. Видишь, здесь у нас рис и гречка, и горох. Шино, горох, фасоль. Фасоль. Вот такая вот красота может получиться. Сверху закупорили, для кухни в самый раз. Ну, а мы с тобой тоже можем сейчас сделать как основу будущей красивой декоративной вазочки. Если ты мне поможешь. Начинай вот так громко и уверенно насыпай камешки. Так, это у нас получилась как бы основа. Видишь, как симпатично? Да. Теперь берем камешки более такого яркого цвета и начинаем их также сыпать вторым слоем. Они полегче. Уже красиво. Красота такая получается. Да, похоже на морское дно. И как финал можно добавить эмоций. Да? Добавляем эмоции благодаря вот таким вот всяким бусинкам. Не пороймайся. Высыпаем. И, по сути, у нас получается вот такая эмоция. Сверху можно дополнить, можно также оставить, красивенько закупорить. Это у нас практически полуфабрикат, поэтому его пока отставляем. Покажу тебе, как выглядит финальная работа. Вот, с использованием ракушек, всевозможных украшений. Здесь уже использованы и нитки, и бусинки. Кстати, если говорить о нитках, есть еще один образец, который мне невероятно нравится. Смотри. Очень стильно. Обыкновенная белая нитка, которую мы сверху предварительно проклеили. Ну, можно взять обыкновенную изоленту, такими вот линиями. Нанесли ее, частично покрасили, изоленту сняли, и получился вот такой декор. И еще один образец. Ты можешь себе представить, что бутылку можно задекорировать с помощью манки? Насыпав ее внутрь? Нет, использовав ее в качестве пишущего элемента. Ой, ну это вообще просто произведение искусства. На первый взгляд кажется очень сложной работой. Смотри, технология следующая. Мы берем шприц без иголки, наполняем его клеем, с помощью этого клея рисуем всякие орнаменты различные, и в итоге посыпаем это все манкой, и манка подчеркивает наш орнамент, и мы получаем вот такой вот красивый декоративный эффект. Манка прилипает к клею, присыхает, и получается чудо-бутылка. Ты просто волшебник. Какая бутылка вам понравилась больше всего? Мне очень нравится морская, я считаю ее идеальной практически. А я впервые вижу вот такой декор, и мне это очень понравилось. Я готов тебя удивить сейчас еще больше. Не может быть. Ты видела когда-то настольную лампу, основой которой является бутылка? Нет. Сейчас я тебе покажу. Кажется, мне не хватит бутылок в доме, чтобы воплотить все идеи Тараса. Вот это вот бутылка. Обычная бутылочка с под шампанского. И вот это все лампа, которая работает. Проверим? Давай. Опа. Слушай, ну а как это делать? Просто смотри, сделано специальное отверстие для провода. А чем? На самом деле, сделать такое отверстие нужно просить профессионалов, людей, которые знают, как это сделать и с помощью каких инструментов. Это доверим специально обученным людям, ну а дальше проще, да? Ну а дальше все проще, протягиваем провод, да? Покажу тебе устройство. Сейчас выкручу лампочку. Так. Смотри, ты же понимаешь, что в основе у нас крышка от старой настольной лампы. Да, здесь все просто. Вставляем патрон, крепим его с помощью пистолета силиконовым клеем, фиксируем, лампочкой зажимаем и, как говорит один из наших экспертов, вуаля, работает. И этот эксперт, а это Эктор, прав. Спасибо тебе, Тарас. Спасибо тебе. До новых встреч. Сегодня, благодаря нашему эксперту Тарасу, мы узнали, как декорировать бутылки, делать это легко и просто. А еще научились вынимать пробки из бутылок. И я не успокоюсь, пока не повторю этот эксперимент. Вы тоже? Оставайтесь у меня в гостях, дальше будет еще очень много интересного.